Сила Сибири набирает обороты. Сила Сибири набирает обороты. Слава ППСС! Вы нас долго просили и мы наконец-то сподобились, что называется. Да. Предлагаю сегодняшний выпуск, вот этот вот. Посветиться-то нет. Так это обгорелые края пленки, вот такое должно быть… А знаешь, вот этот эффект жизни? Заканчивается пленка boys. И поэте Энера Дёрдена. Сегодня мы попытаемся, такой исторический выпуск сделать, в какой-то мере. Так случилось, что в наше волосатые лапы попал культовый набор от товарища Имео Таназиса. Сейчас мы нарисуем пентаграмму и призовём этого демона. Потому что по-другому я не представляю. Главное, чтобы дермодемон не призвался. Это будет совсем печально. Короче, был интерес какой? Было интересно посмотреть на то, какие технологии в плане вейпинга были в далёком 2012-2014 году, а именно тогда это всё было примерно. И посмотрите, как они в текущих условиях вообще могут ли хоть что-то из себя показать. Да-да, в использовании, зачем? Могут ли конкурировать? Мы ответим, а славу сутене, конечно. Да, именно так. У нас сегодня будет в главном меню это, собственно, JustGG батарейный блок. Он вышел немножко, правда, позже. Это где-то 2014-2015 год. UFS, который я собрал из первой и третьей версии, просто чтобы он меня устраивал. Первый UFS, это, по-моему, 2011 год, если мне не изменяет память. И внутри этого UFS в качестве обслуги будет RBA под названием Nikos. Если кто вспомнит из-за уфагов, то вы прям молодцы. Вообще, для простоты понимания, там база кайфуновская. Причем кайфуновская, вторая и где-то третья версии, плюс-минус. Очень похоже на самом деле. И вот это вот все говно мы, собственно, завели. Сейчас я вам все это покручу, покажу. И зальем мы туда жидкость, которую мы парим вот прямо сейчас, нынешний для нас один из топчиков, так сказать. Ключевое слово. Мы завели. Это ты завел. Я даже боюсь все. Ну, я долго трахался, потому что с непривычки, ну, как с непривычки, у меня был ГГ давным-давно, и UFS у меня был давным-давно. Это с отвычки называется. Да. Не привычки, а с отвычки. Я все это дерьмо в первый раз купил в 2013 году. Тогда на форуме, собственно, мне попался UFS третьей версии от каких-то там кланоделов, естественно, непонятных, и не помню уже каких на текущий момент, за какие-то тысячи рублей по тем временам было недорого. И тогда ГГТС какой-то оригинальный я урвал что-то тысяч за пять. Где-то через пару-тройку месяцев после этого. Это все была жуткая лють. Я помню, что я с этим тогда совершенно не совладал, где-то месяц, наверное, походил, пососал все это говно, и понял, что это отвратительно, и я с этим справиться не могу, у меня слишком руки кривые. Короче, экспириенса не хватило. Да, экспириенса тогда не хватило. Вот, собственно, 7 лет спустя после того момента у меня экспириенса, кажись, хватило. По крайней мере, в нужные места ориенги я рассовал. В общем... Тебе хватило ориенгов просто? Да, потому что запас большой. Поэтому давайте сначала вниз пообщаемся немножко по этому поводу. Я все это дело раскручу на камеру и соберу в обратном порядке. И намотаю, заправлю, и возвернемся, и пообщаемся. Ну, для начала, мод и вообще все устройство мне досталось на вторички, поэтому я бог сие узнает, в каком виде оно приходит изначально. Я просто многого уже, к сожалению, не помню. Но вообще, как факт. Вот перед вами Мегакит образца где-то 6, наверное, 7-летней давности, плюс-минус. Это батарейный блок ГГТС и бак под названием UFS, который сам по себе баком не является и работает на обслуживаемых и необслуживаемых атомайзерах разного калибра. Все это, собственно, сделано товарищем Имеут Аназисом в незабвенной Греции и принадлежит бренду ГГ. Golden Greek. Ну что, давайте потихоньку пытаться разбираться с конструктивом всего этого. Начнем с батарейного блока, пожалуй. Сразу скажу, у батарейного блока изначально существует коннектор под 510-е атомайзера. Я его отдал другу, потому что мне он в данном случае особо не нужен. Но, как факт, он есть. Диаметр этого батарейного блока составляет 23 мм. Это был стандарт на тот момент у большинства продуктов Имео. Ну, собственно, как мы видим. Высота базовая без коннекторной части составляет 80 мм. И вы подумаете, что именно такая высота многие ньюфаги, что именно такая высота будет в сборке под 18650. Хрен там плавал. Но об этом чутка попозже. Батарейный блок обладал немаловажной особенностью. Номер 1 под названием телескопическая регулировка. Вот эта вот штуковина у него, внутренняя вставка, она достаточно далеко могла выкручиваться. И из-за этого, собственно, и градилась вся универсальность этого устройства. То есть он мог работать как с 18350 батарейками, так с 18500, так и с 18650. За счет отдельно приобретаемых экстендеров, вот таких вот, собственно, можно было сюда запихать как 218650, 218500, 218350 или там 18650 с киком. То есть вариантов на самом деле возникало просто масса. Еще одной особенностью этого батарейного блока является то, что он обладает нижней боковой кнопкой. Это решение, ну вот на тот момент, когда это все появилось, в первых, ГГТС и так далее, в 2012 году, если мне память не изменяет. Это было решение уникальное, никто фактически так не делал. То есть с верхнебоковыми извращались, с нижними извращались, а вот нижнебоковых их, на моей памяти, там было по пальцам одной руки-то пересчитать за все это время. Да и то не у всех это все дело удавалось. Как это все работает? Открутим нижнюю крышку и здесь мы видим, собственно, контактную пару и пружину, через которую, собственно, передается минусовой контакт с батарейки. И решение это, конечно, ублюдское. И вот на этом месте уже возникают просадки. Но, опять же, тогда народ не парился в сабом, не было высокотоковых банок аккумуляторов и как-то всем было глубоко похерно все эти просадки, честно говоря. Также здесь мы снизу видим отверстия для выхода газов. Они реализованы выходом вот через эту вот щель, сквозное отверстие. Можно видеть на камере. Здесь все сделано. Вот этот пин из латуни для лучшей токопередачи. Все это, естественно, таким вот образом разбирается для чистки, потому что здесь рано или поздно может скопиться грязь и дерьмищ. Пружинка тоже, естественно, вытаскивается. Как сюда поступает контакт? Как замыкается цепь? Теперь посмотрим вот сюда. Этот узел тоже, естественно, является разборным. Здесь присутствует стопорная гайка, которая крепит весь этот узел в таком положении. нажатием на кнопку у нас выдвигается вот этот вот пин. И касанием этого пина вот этой части у нас, собственно, будет передаваться весь контакт с минусом на корпус. Здесь также присутствует блокировочное колечко. Таким вот образом оно выкручивается и все, после этого, видите, у вас мягко уходит в режим блокировки. Колечко, что характерно, с накаткой. Вообще, многие продукты имели тогда очень характерную накатку и это было очень стильно. Да, я, как мы помним, по обзору того же Фила в ранних годах это было абсолютно нормальным явлением. Нижняя часть батарейного блока украшена надписью The GG To My Friend by Emeo серийный номер и культовый Орел напротив кнопки. Грава этого Орла претерпела безумное количество изменений на самом деле. Ее было несколько вариантов. При желании в интернете можно нагуглить сколько их там было. Это было реально очень и очень большое их количество. Теперь, дальше. UFS. UFS-ов тоже существует три версии с различными минорными отличиями. У меня, насколько я понимаю, здесь сейчас собран гибрид из первой и третьей версии. Так, для удобства давайте начнем ковыряться вот с этого. Вся эта байда она по факту является танком с возможностью увеличения объема и установки внутрь различных испарителей. Вот у них у меня сейчас стоят два разных испарителя обслуживаемых. Как это все выглядит? Ну, первым делом сверху, вниз, наверное, пойдем, потому что разбирать его именно так надо. Сверху у нас присутствует такая вот гайка, куда вставляется 510-ый дриптип. Также у UFS был свой цельноточенный пластиковый дриптип. Всю эту байду. Дальше мы здесь видим, что здесь вот такой торинг для того, чтобы воздух не сифонил. И этот торинг упирается, собственно, в установленный атомайзер. Это, естественно, топ-кап заправочная крышка. Резьба маленькая, нудная. Ее тут очень много, поэтому крутить придется это очень-очень-очень долго. Черт подери. Слава Богу, попутно еще и атом снялся. Очень хорошо. Дальше у нас идет металлическая часть бака и пластиковая часть бака. И скрутив ее, мы добираемся до базы. Что из себя представляет база? Вот видите, вот эти вот перекрывающие штуки, за счет них в сочетании с поворотом вот этой части реализована подача жидкости, ее открытие, закрытие и настройка. То есть, поворачивая вот эту штуку вот таким вот образом, видите, эта часть поднимается и, соответственно, у обслуги, да и много не обслуги, ее подача жидкости производится вот через эти вот маленькие отверстия в коннекторной части. То есть, соответственно, когда все это дело утоплено, отверстие перекрыто и жидкость подаваться не будет никоим образом. Разбираем дальше. Выкручиваем тарелку. Под ней мы видим, собственно, коннекторную часть. Многие вот эти вот усы спиливали, потому что они иногда бывает неудачно вставали с некоторыми атомами и перекрывали отверстия подачи жидкости. По факту здесь нужно только два из них, как верно отметил Камрад Романов. Здесь мы видим узел, через который подается воздух. Вот колечко с накаткой, видите, поднимается и открывает воздушные отверстия. В различных версиях УФС эти отверстия были тоже реализованы по-разному. Здесь реализованы четыре точечных воздухозабора. Был еще как вариант щелевой воздухозабор. Если я не ошибаюсь, тут тоже точечные, но точки больше. Был еще вариант со щелью. Соответственно, откручиваем это колечко. Здесь все, блокировка воздуха реализована рингом. То есть опускается колечко, ринг потихоньку перекрывает отверстие и все это наглухо перекрывается. Дальше мы можем добраться вот сюда, открутив вот эту часть юбку. коллектротанка. И мы попадаем в святая святых. Вообще, если честно, по вот этому поводу Романов тоже хорошо откомментировал. Я говорю, то имела спрашивал, на кой хер тут вообще такой коллектротанк-то здоровый. Ну, имела типа сказал, чувак, не парься, типа это бай-дизайн, так сложилось и так получилось. Реально вся вот эта высота, она по большому счету не имеет никакого глубокого смысла. То есть на кой черт коллектротанк, который съедает там добрые два сантиметра наверное высоты, никому толком неизвестно, может быть, даже сам имел реально толком пояснить не может всего этого добра. Тут мы видим отверстие, так понимаю, для доступа воздуха вот в эту шахту, потому что воздух у нас подается через низ. То есть конкретно на примере вот этого атомайзера Патриот воздух у нас подается через коннекторную часть. Собственно, что касается атомайзера. Это старый старый репк Патриот. Она разбирается буквально на две части таким вот образом. Здесь мы в площадке видим вот они два отверстия подачи жидкости и воздуховод бьющий на спираль. Спиралька здесь устанавливается очень мерзко на самом деле. В стойках есть отверстия, которые расположены перпендикулярно спирали и ставить ее сюда это полный разум. Опять же Романов говорил, что мы рассверли базу и будет тебе счастье даже на современных ватах и так далее. На современных жидкостях. Мне, честно говоря, сверливать ее особо не понадобилось. Один из вариантов рассверлил, но как бы смысла там особо не было. Он и без рассверливания нормально работает. Теперь разберем второй ОРФС. Там у меня стоит немного другая обслуга. Здесь принцип разбора тот же самый. Долго нудно крутим все резьбы и мы добираемся до обслуги. Это Никас. Фактически это такой очень вольный клон ранних кайфунов. Я его, конечно, задолбался приводить в нормальное состояние, потому что он был весь зацветший, закисший. Винты были сожраны, ржавчины родные и это был полный привет. Сейчас намотал сюда из 0,3 кантала просто намотку. Давайте сразу сюда вату сдернем. Подача здесь, кстати, действительно реализована по кайфуновской методе. Здесь вот эти пропивы идут широкие в базе. Через них жидкости будут подаваться на вату. окрутили, подача перекрыта, хотя в случае с Никосом перекрытие подачи по большому счету особо роли не играет, как мне кажется, потому что там у него пропивы идут в базе, от того, что мы откроем нижнюю часть этих пропивов у нас особо кардинальная ситуация не изменится. Закрутили, собрали. Примерно так у нас это все выглядит в сборе. Давайте теперь смеху ради померим вот эту штуку отдельно. Понятно, что диаметр у нее 23 мм. Просто поразитесь люди, которые говорят, что фирм большой. 60, господи, 67 мм практически диаметра 23 мм. Так, закидываем сюда батарейку 18650, накручиваем всю эту потеху сюда и скручиваем до момента, пока мы не почувствуем упор. Значит, что нужная длина достигнута. Вот так вся эта байда выглядит в сборе. Теперь давайте именно в сборе ее померим. ну да, у меня просто длины не хватит физически. Ну, скажем так, по дриптип 15 см. Вместе со стоковым дриптипом все 17 см. и вес всей этой байды в сборе вместе с батарейкой 248 грамм. Ну, кто-то что-то говорил за тяжесть. Примерно все это вот таким вот образом выглядит. Так, открываем отверстие обдуваем. Вот они. Сигнал есть. Давайте запарим. обдуваем. Это удивительно, но технологии 8-летней давности до сих пор имеют какой-то смысл в реальности. Надо отдать должное. Я посравнивал Патриот и Никас. Патриот я сейчас просто не буду наматывать для сравнения, потому что тоже иди издевательства. Никас более это хастый. Намного. У него прямо чувствуется хороший правильный удар по горлу. А Патриота пар намного мягче. Я помню, что для этого всего добра еще существовали такие обслуги, как киллер, который был на керамике. У меня он есть, но со спайками возиться совершенно никакого желания нет. А также сюда можно было еще не обслугу вставлять. Если кто-то помнит из олдфагов, были такие 510-е атомы, на синтепоне собственно говоря с испарителями внутри какими-то непонятными. Они вполне себе здесь столько выработали изначально именно под них вся история и городилась. Уже потом производители подогнали всего обслуживаемого и все это пошло куда-то дальше. Поэтому вот такая железка мы парили практически 8 лет назад. Поэтому давайте двинем обсудим. На любой вопрос ну типа а зачем можно отвечать потому что иди нахуй. Ну типа того. На самом деле это был такой Мерседес того времени по факту даже не Мерседес это Майбах был того времени. Потому что если у тебя есть ГГ все ты молодец ты вейпинге прямо самый крутой парниша и тебе все дадут. Возможно. Ну я помню это дружное надращивание для всех. Я еще это застал. Понимаешь дружное надращивание сделан он на самом деле совершенно жутко. Он сделан фактически костылями весь и всюду. Где только это было возможно вставить костылями его их вставлял. Зато он полированный и блестит. Это да. Надо его отдать на полировку человеческую на самом деле чтобы царапины заполировал наш друг. Потому что это какой-то тихий ужас. Просто в философии ГГ того времени как мне лично кажется я не знаю товарищ Романов меня думаю поправит у меня было четкое ощущение что Имео постоянно выдумывал костыли к своим же решениям чтобы их приспособить под какие-то новые реальности. То есть окей изначально он там это все придумал под 510 вот эти непонятные атомы как боги под боги и же с ними под них он нарисовал батарейный блок потом вокруг всего этого или это карты это были карты 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 картомайзера которая там еще для некоторых баков их надо было сбоку пробивать специальным даже устройство какое-то китайцы тут же сделали чтобы прокусывать по бокам чтобы уже было куда поступать потом он собственно нарисовал вот эту всю UFS систему с которой как мне кажется завертелась вообще вся обслуга ее все созидание в каком-то более-менее массовом виде ну я не знаю у меня такое ощущение складывается потому что на состояние 11-12 года что тогда было в тренде то Егошки разномастная по большому счету и на этом как бы наша полномочия все Егошки на этом на Кремнеземе да тогда был нет тогда не Кремнезем был тогда еще Синтепон был да это потом Кремнезем уже пошел фиг тоже синтепон это ладно окей это баг не-не-не-не были Егошки на синтепонах с синтепоновыми картриджами там был испарик такой короче у него какая-то непонятная испарилка была нагревательный элемент какой-то для этого у меня даже есть какой-то старорежимный багешный карт полумертвый в котором тоже такая херня есть туда вставлялся пластиковый картридж в котором был забит синтепон и ты этот синтепон прокапывал жижи собственно говоря вот это вставлял и как бы курил вот это потом уже появились иглушки там с небольшим бачком типа на миллилитр где-то 07 миллилитра и где была вот эта вот игла короче и в игле стоял карнизем который все это подводил к спирали это было следующим шагом и вот посреди всего этого появляется вот это понимаешь и вокруг этого начинается какой-то движ то есть я опять же в кулузапе упоминал мне с этим добром прислали мега штуку греческую от Лео между прочим не абы кого киллер я даже на него обзор Тодда нашел еще тогдашний тот там очень матерился на него потому что киллер это было типичное греческое творение на этой самой на керамике а все что с керамическими вот этими всеми вещами было тогда оно все работало на спайках ты помнишь наверно эту технологию дивную а ты ну я спайки видел довелось посмотреть на минилоку первую да то есть для тех кто не понимает она кстати тоже на керамике да для тех кто не понимает о чем это я сейчас спайки это были провода типа nrn то есть без сопротивления с сопротивлением без сопротивления то есть хвосты без сопротивления они подразумевают что они спираль кремнезюм не нагревали собственно говоря а та часть которая с сопротивлением она как раз обивалась вокруг кремнезюма а вот по этим без сопротивления вещам типа подавалось питание на это все говно прикол в том что вот эти вот куски без сопротивления они чаще всего делались из никеля вот и как бы тогда вот по поводу никеля никто не напрягался что он какой-то там вредный при нагреве что-то выделяет да спустя 5 лет после этого случился термоконтроль и все тут же начали выпить как же вредно парить на никель ребята вот почему-то вот 5 лет назад никого это не волновало да а тут у всех началась какая-то массовая истерика какой кошмар ну потому что вот потому что да я понимаю потому что греческих баков было немного у всех а никеля было много у всех ну да там как-то все извращались просто по черному то есть тот же самый патриот который я тоже в клоузапе мельком показывал это на самом деле патриот второй версии который делался чуваком на есектолке у которого был логин ник-ник насколько я помню вот я его даже какую-то старую тему откопал он там показывал в отличие классического мега-патриота от его патриота под названием В2 вот что там это все сильно отличается запрессовка другая там безумное количество отличий на самом деле было вот типа это все делается на западе в основном продается типа на западе именно для вот этих EFS систем оно разрабатывалось изначально прямо при этом все там вот это вот обслуги еще было какое-то количество но вот самое популярное были вот фактически вот эти три то есть киллер со своими извращениями там вот этой вот чашкой непонятной и вот этими проводами патриот и вот этот никос собственно который я и заводил никос мне конечно пришлось оживлять просто по самое не балуйся потому что он мне пришел весь заржавевший короче весь грязный как сатана я его кое-как отмыл отпилил и немножко доработал чтобы он хоть как-то вообще выживал и даже что-то давал и теперь вот граждане самый главный к вам вопрос мы вот залили одну и ту же жидкость в FEV который как бы тоже по лекалам 2012 года я напоминаю всем вот и собственно который мы считаем одним из самых вкусных МТЛ-баков на текущий момент и ту же самую жижу я залил в UFS в котором болтается вот эта трубашка никос ваше конструктивное мнение ну мое мнение они вообще ничем не отличаются что удивительно да как это не странно меня вот это тоже сильно удивило потому что когда я наконец-то залил UFS и вот это все запарил я просто охуел потому что как бы ну 8 лет казалось бы прошло не должно это работать почти наверняка уже я бы сказал что вот все-таки у ентова экземпляра вот и ентова вкус порезче поострее поострее есть такой согласен потому что здесь нижний обдувлен да еще у него вот знаете затяжка по комфортности прям вот огонь это вот Валентин прадед он очень ценит затяжку 4 пенелопы вот у меня была у меня была неправильная 4 пенелопа с неправильно организованным забором воздуха вот здесь скорее всего по тому же принципу ну скорее всего из этого выросла 4 пенелопа с правильным забором воздуха ну по факту возможно и с правильным видом потому что затяжка практически бесшумная затяжка очень плавная то есть по плавности она не уступает может быть даже чуть-чуть превосходит февр ну вот так а годков то сколько а годков то сколько прошло я не знаю у меня просто вот разрыв шаблона был что как бы оно могет до сих пор могет причем тут намотка какая-то несерьезная стоит 0,3 кантал на 2 миллиметра типа витков 6 не знаю витков жесть я даже не замерял сколько там получилось я примерно прикинул что с учетом жутких просадок которые там везде и всюду есть наверное надо мотать именно так потому что на самом деле если смотреть весь этот конструктор в детализации то мы поймем что просадок тут мама дорогая во первых некоторые вещи здесь делаются касанием достаточно такое небольшое пятно получается когда мы замыкаем кнопку там пятно касания чуть менее чем ни хера ну да фактически вот это круг считает да это просадка номер раз просадка номер два там пружина под батареей это тоже садит просадка номер три это вот эта вот вся вот перда которую вот тут нагородили потому что там один контакт он передается тоже тупо касанием потому что там стоит вот такой металлический штырь здоровый короче говоря и к нему прямо вот прижимом прикручивается атомайзер ну замечательно просто в общем середана на касании ну по факту да то есть соответственно с ГГ это всегда была жестокая проблема в плане респ и респ и там приходилось выдрачивать чуть менее чем постоянно то есть раз в пару тройку недель ты вынужден сидеть и озадачиваться тем что ты будешь сидеть короче говоря и резьбы просто вычищать там промазывать их чем-то помню у меня даже где-то с тех времен какая-то там смазка специальная осталась которая контакт улучшает якобы я уж не помню из чего она была сделана ну графитовая скорее всего графитовая да я так предполагаю слушайте ну это конструктор конечно капец просто я сижу как головоломку это все собираю это очень интересно если вам просто тупо нечем заняться поищите знаете вот это моторику мелкую поразвивать называется мелкую моторику поразвивать ну или знаете усидчивость надоело вам марки собирать ну вот пожалуйста можете пособирать соберите атом соберите атом на коленке ну ты же понимаешь что это все делалось не просто так я понимаю что это делалось за деньги ну мало того что это делалось за деньги имела, была пожизненная гарантия на все его изделия. Правда, она была очень смешная. Если ты что-нибудь сломал, то ты можешь это что-нибудь ему послать и прислать ему 10 долларов. Он это бесплатно поменяет на новое. Независимо от того, какой части идет разговор. Я не знаю... Так можно было? Да. Он именно так это позиционировал. Это очень забавно. Но вообще, как факт, у него все вот эти старые железяки, то есть, ну, вот серия гэгэшных батарейных блоков, вот этих всех телескопических, да, UFS-ки, да и потом, собственно, вот эти вот все Итаки, эти, господи, телемахосы там, и же с ними. По факту это, сука, все были конструкторы в той или иной степени. Вон, вспомните классическую историю с баком Итака, который изначально, он тоже был разработан под спайки вот эти все. А я Итаку и не видел. Не видел? Я Итаку только вот клон, который продавался там какое-то долгое время, который тек, говорят, и типа даже не пытайся на него смотреть. Нет, там все было как. Мне Итака как-то тоже в какой-то момент доставалось, на самом деле, это был мой второй заход в стан ГГ, где-то в 2016 или в 2015 году тоже, в 2016. Я тогда у Сереги, кажется, Самара перехватил потаскать этот самый ГГТС в связке с Итакой, собственно. Чем была примечательна Итака? Это была обслуга от Эмера. Она фактически брала все основные идеи ЕФС как такового. С точки зрения экстерьера была очень похожа, с точки зрения организации базы, но там при этом была база с керамикой, которая могла работать на одну и на две спирали. Уже, заметь, да? Какой дикий прогресс. И все это, естественно, работало на спайках. Дичь форменная. Завести ее тогда было сложно, мягко говоря. Я это к чему? Имеу потом выпустил мегаапгрейд для Итаки. Сменную базу, которая полностью потом перешла в Телемахас. На которую ты мог крутить вполне себе обычные спирали. Без всяких вот этих вот изъебов с вот этими спайками и со всем остальным. Ну, шизить, я это сделал. Крут. Оболни. В лишних деталях не осталось даже? Нет. Даже рингов не осталось. На самом деле это все еще можно увеличивать. То есть, опять же, да, в плане конструктора. У него есть дополнительные вот эти вот вставки вот сюда вот наверх металлические. Ну, то есть это как сквейпы, которые можно наращивать так кольцами кольцами и вставками паропровод. Да, в паропровод там тоже такие маленькие вставочки существуют на рингах. У меня что-то штуки две или три где-то валяется. Которыми тоже это все увеличивается. И ты как бы объем там можешь догадательно до совершенно каких-то безумных показателей по тем временам. Типа миллилитров до восьми, до девяти легко. Короче, я тебе нарекаю профессором некромантики. Ну, вот спасибочки, конечно, но это не ко мне. У нас на форуме таких гораздо больше. И я себя к их светлому лику отнести пока не могу. Я такой слабенький. Они просто обзоры не пишут. А ты можешь. Ну, да. Да. По факту, да. Это реально конструктор такой для вейперов. Он изначально как бы позиционировался как конструктор. И в какой-то момент этот конструктор, я не знаю, имел просто загнул, как мне кажется. Потому что вот сейчас вышел новый ГГТХ батарейный блок, который в честь десятилетия, собственно, ГГ бренда как такового. Он там вышел каким-то жутко лимитированным тиражом. Типа то ли 300 экземпляров, то ли 500 экземпляров. Ну, то есть достаточно смешное количество. Я в интернете обзора посмотрел. Ну, да, там он полностью поменял принцип токопередачи на кнопки, коннекторная часть сильно видоизменилась. То есть там стало, ну, как бы все более современное. То есть Афанасий просто решил бы угла поднять. Да, при этом он его сделал 22 мм, чтобы вообще в тренде быть. Понял? Потому что эти-то все у него железки были 23. И он вообще не любил ни стандартная диаметра. 21 был у него, допустим. И он также сделал вот эти вот скосики, да, заполированные. Все, как он любит на коннекторах. Я там детально не рассматривал, к сожалению. Но причем все еще с позолотой какой-то, как всегда. То есть цыган стайл там в полный рост вообще пер. Это Голден Грик стайл. Да, да, да. То есть вот, кстати, тонкое замечание. За счет того, что это вот Голден Грик. Он тогда очень любил вот эти все латунные детали. Причем я по тем временам еще помню, что были латунные детали двух поколений. Типа олд стайл, нью стайл. И они патинировались по-разному. Я не знаю, в чем был прикол. Скорее всего, одна была это просто латунь. Старая, которая была. Вторая, видимо, латунь с бронзой какой-нибудь смешанной. Или еще с чем. И она реально патинировалась по-разному. То есть старая латунь, она вот именно цвела. А новая, она серой становилась. Это было настолько мерзло. Ну вот у тебя кнопочка как раз она серее. Это из нью стайла. Потому что вот эти отличия олд нью, они были еще на ГГТС, насколько я помню. Вообще это напоминает бронзу ГПшную. Алюминиевая бронза, которая была. Да, кстати. Она как раз серела. А не из зеленела. Скажем так. Это классическая латунь. Да, это классическая латунь такая. Она цветет совершенно по-другому. Короче, как-то вот так. Все, что было у меня сказать, я сказал. Теперь давайте свои впечатления. Потому что я устал глаголить. Ну и я, как большой поклонник мехмодов, могу сказать, что, конечно, прикольно было прикоснуться к истории, почувствовать себя частью истории и все прочее. Ну вот, не знаю, я готов только порадоваться, что меня сия чаша обошла и что я не надрачивал на Голден Грики. Хочешь, как я тебя в группу Голден Гриков в Фейсбуке затащу? А я там есть. Меня Афанасий, собственно, туда и затащил. Очень хорошо. Ты же видел, какие расклады у людей коллекционные? Да, да, видел. Ты же вообще звездец. Там у людей полные коллекции, там по 300 мехмодов, блин. Поэтому спасибо, но нет. То есть это прикольно покрутить, знаете, там мелкая моторика, вот это все. Ну, каждый вейпер в своей жизни хотя бы попытаться собрать это должен. Я уж не говорю про намотать и запустить. Это самое сложное. Да, хотя бы собрать. И посмотреть, как оно все это выглядит, так сказать. Почувствовать себя приобщившимся к таинству, к истории. Не более того. Вот, на мой взгляд, как-то так. Конечно, прикольно, что ты решил это. Тряхнуть стариной там. Не, ну. Песочком. Нас просили, нас просили. В плане вот экскурсовую историю это, конечно, очень даже хорошее было, мне кажется. Ну, и, конечно, отличное украшение полки. Отличное украшение полки. Ну, и интересно просто посмотреть, да, то есть как все-таки, как развивалось, до чего доразвивалось. Ну, я честно, я считаю, что... Доразвивалось до нарды. Просто... Вот ты сволочь, ах. Сейчас опять бугурт в комментах будет после твоего вот этого заявления. Да, потому что, блин, ну, или вот эта инженерная мысль, да, усложненная, да, тут черти чего, блин... Нет, я, ну, мне кажется, почему так все было, потому что, ну, исключительно из-за развития вот вейперской мысли там и вейперского дизайна. То есть, ну, вот были картомайзеры, ну, значит, под них надо что-то делать. Ну, да, и сначала под это все дорогие лежали. А потом как бы под это все уже было наработано и все было. То есть, надо туда что-то вгородить новое. То есть, начали какие-то базы вгораживать. То есть, пытаться что-то еще, то есть, там, и постепенно развитие. А я вот себе пытаюсь представить, вот я таможенник, да, ну, год 2013, я смотрю, едет, вот, предположим, едет килограмм железок в разборе. Вот у меня бы реально была мысль, что это кто-то детали от оружия провозит в посылке из Греции. Ну, оно же не вороненое, ну, под вороненое бы все об этом. А знаешь, эти диссертыглы. Ну, на какие-то стволы или стволы или эти похоже чем-то. Кстати, я сегодня пока искал вот исторические справки разные, да, вот в теме Никника по Патриоту, там была мегафоточка. Вот такая же связка в Дельце Котинге, блядь. Черная, как ночь, матовая. Я не знаю, кто это умудрился сделать, но сделано настолько круто. Это такая лялька вообще стоит, просто безумная. С точки зрения Дельце это прям было очень круто. Ну, извините, тем не менее. Да я нету, я просто к тому, что, ну, вот, да, даже так люди извращаются. Ну, да. А если туда еще латунные колечки вставить, повернуть. Ой, ты что, знаешь, как я это обожал? То есть, вот, на самом деле, когда я с ГГТСом носился, у меня где-то старые фотки вот тех времен остались. Да, я очень любил вот эти вот латунные вставочки. Самый шик там был взять, приходилось брать чисто металлический ГГТС покупать, да, где-нибудь. Потом чисто латунный ГГТС покупать. И собирать из них кадавры. Да, из них перекомбинировать кадавры. То есть, вот эту вот вставочку телескопическую сделать латунную, нижнюю крышечку латунную сделать. Чтобы вообще эта пизда-то дорого-богато смотрелась. Раз в два дня полировать это всегда. Нет, нет. Знаешь, у меня сколько средств для полировки металла в лите-латуне с тех времен осталось? Мама дорогая, там вот такие пузыри стоят до сих пор в шкафу. И как бы, ну да, вот так жили, потому что это был вот прям вот топ, топаз. Да, он был с жуткими просадками. Да, это было абсолютно неюзабельно. Вон этот самый Романов, опять же, рассказывал, что он, когда это пользовался с киком, у него отсечка срабатывала чуть не на 3,9 вольта в определенных ситуациях. Ты понимаешь, 3,9. Ты сегодняшним вот этим вот дрочерам скажи, которые там на 3,25 уже ругаются, что что-то у меня плата херово отрабатывает. Да 3,2 батарейку не высаживает. 3,9 сосунки. Чего вы в самом деле? Там вообще не парились никто. Вставил, три затяжки сделал, меняй батарею. Ну, как бы, да. Хоть до такой херни доходило. Потому что это все надо было держать в чистоте. Чтобы никаких нагаров. Плюс батарейки тогда были другие. Только отдача сколько было? 5 импер, дай бог памяти. Это при хорошем раскладе. Это высокотоковые были. Ну, и намотки были не такие. Ну, понятно, что тогда низким сопротивлением в картах считалось нифига полтора. 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 Тогда карты нормального сопротивления считались как 1,8, 2,0, если мне память не изменяет. А лоурез, это типа было полтора, это был жуткий сабамид. Нет, это еще не сабамид. Это же было больше лома. Ну, понятно. Но, как бы, по нынешним временам, да, если нынешней терминологией пользоваться полтора лома, это все это вот сабамид. Ловите сабамида. Дым-машина. Дым-машина. Что ты себе взял, зачем ты так пыхтишь? С бомбой ходит. Да, с бомбой ходишь. Если у тебя батарейка трванет, это полтора. Полтора лом. То, что ты сюда 0,3 вкорячил, тут, наверное, еще меньше лома. Ну, кстати, тут где-то 0,9 должно быть. Ну, да, 7 же витков в двойке должно быть примерно, насколько я помню. Да, 6 витков на 2,5 миллиметра дает 1,14. Ну, так 2,5. Да, я, соответственно, сделал на 2,6 витков, то есть это где-то 0,95 должно быть примерно, я не знаю. Что же, не помню уже этого. Сабомишь. Сабомлю. И, кстати, тут была защита от сабома же, смешная. У него, если типа лютый сабом накрутишь, у него пружина плавилась. Ага, ну что ли? Серьезно. Афанасий все предусмотрел. Да, да, Афанасий это предусмотрел, но очень хардкорным образом. То есть, на самом деле, были где-то такие заявления, что... То есть, это предохранитель просто. Ну, по сути, по сути, да. Там пружина была какая-то легкоплавкая и работала предохранителем. Ровно то же самое, кстати, сделали, господи, Лернейскую гидру, которую выпускали пацаны. А, Элсигард. Да, Элсигард, тоже греки. У них же вот эта вот тарелочка, которая вся в кнопке была, она, по-моему, до 0,4 Ом была рассчитана по их, ну, по крайней мере, заявлению. Что типа ниже 0,4 Ома у них эта тарелка должна была расплавиться, по идее. Ну, не знаю, может, на ранних версиях. На ранних точно было. На самых-самых первых. Там, как потом, я не знаю, может, они что-то изменили. Но такое заявление я от них тоже помню. Потому что вообще там была просто из... Этой... Из достаточно... Ну, из подкаленной бронзы. Пружинистой. Плоская пружина. Лепестковая. Как бы ничего на ней плавилось. На полный метр-то вышли уже. Еще нет. Нет. Я потому что еще не спросил твоего мнения по всему этому кошмару. Да я уже сказал. То есть, просто интересно, да, интересно в плане как раз... Ну, я повторюсь просто, чтобы пронаблюдать именно, как шла мысль развивалась. Как технологии развивались некие. Ну, не то, что технологии, да, то есть... Ну, технологии, технологии вейпинга, да, наверное, все-таки. Баков, бакостроения. Технологии греческой металлообработки. Греческой металлообработки. Ну, тут они, в общем, пособо не поменялись, мне кажется. Вот, тут вопрос... Вот я на это и намекал. Да. Ну, правда, то есть, и вот то, что Петр тут разбирал, показывал. То есть, это реально... Кастелизация, это просто вершина кастелизации вообще. То есть, вот реально такая... Вот сразу видно, что Emeo, он бэкэнд-разработчик. То есть, никто не видит, что там, а там костыль на костыле. Ну, нет, ну, я говорю, что вот с моей точки зрения, это сделано просто только потому, что у него была там... Вот она уже, то есть, под определенные вещи, да, то есть, на определенный инструментарий, там, прочее, прочее, прочее. Чтобы оснастку не менять. Да, оснастку не менять, да, то есть, и все... Ну, тут костыль... Тут повыше сделать немножко... То есть, вот именно так он, 510-й коннектор изначально для этого, который был для ГТС разработан, да, для ГТС был разработанный, он его тоже городил костыль на костыле. Да, верхняя чашка у него изменила форму, то есть, вот эти вот облегающие выемки пропали, собственно говоря, и там вставка была в этот коннектор, чтобы тупо атом, вкрученный туда, он доставал вообще по соединению физически. Ну, как бы, да, это тоже костыль, это все понятно. То есть, и он как-то вот старался, я не знаю, каких-то кардинальных изменений не вносить, и отчасти это та же философия, которую пропагандирует Flash Evapor, что фактически, вот, начиная со второй версии, да, у них база-то не менялась. И фактически, если у тебя есть, допустим, FEV второй версии, да, ты можешь тупо покупкой вот этих вот всех допов эпизодической доводить его до актуальной версии. Потому что вот поменяли они вот эту вот купол-испорительную камеру, когда в четвертой версии, если я так правильно помню, в четыре с половиной, вторую другу пропутили, в четыре с половиной. В четыре пять, да, в вторую версию. Да, соответственно, если у тебя есть FEV второй версии, ты фактически мог менять только верхнюю часть. То есть, он вышел там новый, третий, ну, окей, не проблема, взял себе, закинул только верхнюю часть вот эту по деталькам в корзину. Ты не обязан покупать целый бак ради этого, почему нет? Вышел четвертый, окей, накидал от четвертого всю вот эту вот перду. Вышел четыре-пять, аллилуйя, я наконец-то поменяю купол-испорительной камеры. Какая замечательная новость. Впервые за три года. Вот здесь идея та же самая, что имел, он позволял делать вот этот поступенчатый какой-то апгрейд, что ли, своих вещей, как мне кажется. Ну, это, знаете, вот был советский конструктор такой. Полет? Ну, юный техник, или как он назывался, металлический. А, металлический, да, полет был пластиковый, он тоже развивал там технические. Тот металлический. И принцип тот же, то есть, не хватает тебе чего-то там дособирать, пошел, докупил, железок дособирал. Здесь приблизительно, наверное, такой же подход. Ну, а еще и можно обороняться. Ну, да, учитывая его тяжесть, вообще связка где-то 250 с копейками грамм на самом деле весит, я замирал сегодня. Вес – это надежность. То есть, тут так все хорошо, когда мы разговаривали, допустим, об этих самых, ой, дотмодовский-то мехмод был с этим, с бачком, помнишь, ты как-то притаскивал. А, ну, ой, Петри Лайт 2. Петри, да, 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 да. Люминтевый. Он же был люминтевый, ультралегкий, там, вот это вот все, ну, совершенно замечательная штука была. А тут, как бы, все иначе, с другой, с другим подходом. Так я его по полчаса по карману в пуховике искал. А здесь вот в шорты положил. На шорты сползли. Да, и надо подтяжки надевать. Ну, да. В общем, по факту, из всех вопросов, да, которые вот у меня были изначально кремел, у меня остался только один. Нахуя такой большой коллектор-танк. Ну, и то я, как бы, этот вопрос сегодня понял, потому что, когда я мудохался с заведением Никаса, у меня что-то это все текло, как сатана. В какой-то момент я пошел в очередной раз промывать это все, чтобы, ну, пересобрать там с дополнительным орингом. У меня коллектор-танк был, сука, полный. Вот прям реально полный. Я оттуда миллилитра два с половиной, наверное, слил так примерно. Вот видишь, зачем это. Да, я понял, зачем это. Безопасность. Это безопасность для таких криворуких мудаков, как я. Вот. Вот. Поэтому предлагаю на этой дивной и позитивной ноте, самокритичной ноте, закончить наше обсуждение всего вот этого. Если кому-то интересно, чем это двинулось дальше, ну, окей, я не знаю, вышлите нам Итаку, что ли. Итаку, Телемахас и что-нибудь еще из последних мехов там имеловских. Мы с радостью это все тоже покрутим, обсудим и посравниваем там вот с этим. Да, а вот ретроспективу творения Афанасия, пожалуйста, от нас не просите. Мы этим заниматься не будем. Нет. Там 10 лет истории и 10 лет инженера. Присылайте нам, нам придется переобозваться. Мы будем тоже ППСС, но парапровод сила старьевщика. Да, 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 да. Но вообще, как факт, железо 2012-2014 года, оно, как ни странно, до сих пор имеет смысл. Оно могет. Да, при приложении рук и подкладывании орингов в нужных местах, оно отлично работает, оно абсолютно не течет и дает очень достойный вкус. Да, и вот еще один момент по поводу орингов. Учитывайте, что это оринги греческие, дубовые, капец, поэтому лучше все-таки это. Если уж будете подкладывать оринги, подкладывайте китайские, они более эластичные. Я от сквейпа подкладывал. Или швейцарские. Кто чем богат. Или швейцарские, понимаешь, чтобы далеко от его опыта не убегать. В общем, спасибо, что нас так до хера времени вытерпели и посмотрели. Если понравилось, пишите свое мнение в комментариях. Если понравилось, лайки ставьте и комментируйте. Да, песиков любим и все такое. Ну и присылайте еще старого железа, мы с радостью повспоминаем, как это было, и поутираем скупую мужскую слезу. Сопли. Типа того. В общем, всем счастливо, всем пока. Пока-пока.